Кадры решают всё. Помните, кто это сказал? Это сказал Иосиф Сталин. И он был прав. Кадры действительно решают практически всё. Ну, многое. На кадрах держится всё. А что делать, если в силу специфики вашей работы и вашей идеи, направления вашего вектора движения, развития, вы не можете информировать широкую общественность о вашей деятельности, тогда вы будете непременно испытывать кадровый голод. Ведь кадры вам понадобятся, мягко говоря, специфические. Ежегодная встреча президента РФ Владимира Путина с бизнесменами в этом году не состоится. Виной всему сложная эпидемическая ситуация. Одновременно с этим, друзья, сегодня Япония закрыла въезд для людей отовсюду в связи с мутацией этого коронавируса. Я вообще хотел избегать этой темы и впредь, потому что уже получил страйк за это и на неделю был лишён права голоса на своём канале, но замолчать не могу, потому что ведь сегодня международный день противоэпидемической готовности. С чем я вас, друзья, и поздравляю с этим же, а всех нас поздравил Тедрос Аданом Гебриесус, который сообщил о том, что будут ещё новые пандемии. Не расслабляйтесь. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Будет на то воля ваша, поддержите мой труд. Совершенно непростой, независимого журналиста. Действую я сейчас на площадке YouTube и в TikTok немножко, но TikTok там другая специфика, очень короткие видео. А поговорить. И мне приходится лавировать между опасностями со стороны действующего режима кровавой гибни и путинистов и между свободой слова, продиктованной вот этими американскими социальными системами. Приходится лавировать и тщательно выбирать слова, но уж больше нету сил молчать. Я ссылаюсь. Вот вся информация взята только из открытых источников. Все данные взяты из официальных данных. Ролик выполнен с уважением ко всем традиционным организациям и так далее, со всей толерантностью и т.д. и т.п. Искренне, совершенно и прочее. Тем не менее, друзья, загляните в описание и подпишитесь на резервный канал, и подпишитесь на TikTok на всякий случай, а то еще один страйк, и я не переживу и просто пойду. Это рельсовую войну объявлю. Ну, что поделать. Итак, давайте перейдем немного на личности. Тедрос Аданом Гебриесус. Это личность интереснейшая. Он родился в семье инженера и домохозяйки. В общем, интересный человек. Нынешний глава Всемирной организации здравоохранения. Он родом из Эфиопии. Рос он себе, рос. И даже он был ярким участником Народного фронта освобождения Теграй. Это местность такая там. А, кстати, Эфиопия – это одна из двух стран, там еще Эритрея, в которых исповедуется православие. Вот так вот. И вот Тедрос Аданом Гебриесус, он участвовал в этом коммунистическом Народном фронте освобождения Теграй, который, кстати, спонсировал, инспирировал, скажем так, Советский Союз. Вот разведка Советского Союза. Или как это тогда там называлось. Вот. В результате победы был сметен там режим тогдашнего, кого они там называют диктатором военным теперь. и народность Амхара была изгнана со своих земель. К ним мы еще вернемся. Тедрос Гебриесус учился. Он даже, он окончил бакалавриат университета Асмера по специальности биологии, но это местный. Был лаборантом в Минздраве Эфиопии. Вот. Потом он учился в Лондонской школе гигиены и тропической медицины при Лондонском университете, став магистром естественных наук. Вот. Затем он стал доктором философии в Ноттингемском университете по специальности общественное здравоохранение. Вот. Но он был доктором философии. И все же, ну не знаю, лаборант Минздрава Эфиопии. Ну да ладно. Вот. Затем он вырос, когда вернулся в страну, и он стал даже главой Минздрава Эфиопии. После того, как побыл главой Минздрава, вот региона Теграя, он стал главой Минздрава Эфиопии. И вместе сотрудничая с фондом семьи Клинтонов, с фондом семьи Билла и Мелинды Гейтс, добился на самом деле небывалых успехов. На две трети снизилась детская рождаемость, детская смертность, прошу прощения. На две трети снизилась детская смертность. Заболеваемость ВИЧ снизилась на 90%, на 9 десятых. Увеличилось значительно число медицинских работников и так далее. Ну, сделали вливание денежное, ну и достаточно разумно, очевидно, эти деньги были потрачены, не разворованы, как у нас привычное дело, а освоены не полностью, скажем так. Вот. В Эфиопии даже оказались более честными, видимо, люди, но раз вот результат был достигнут. Однако, в то же время, я все-таки буду говорить, знаете, полностью всю информацию, потому что я черпала из разных источников, что я рекомендую делать всем, кто занимается журналистикой или блогерством. Вот. Позволю себе привнести для оживления рассказа маленькую цитату. Чисхольм Брок. Канадский врач, организатор здравоохранения, первый гендиректор Всемирной организации здравоохранения. Красивый представительный мужчина Чисхольм Брок. «Политика в области народонаселения становится весьма важной для соблюдения экономических интересов США». Цитата номер два. «Следует создать социальные и психологические предпосылки для якобы стихийного снижения рождаемости». Цитата два. «Мы должны позаботиться о том, чтобы наша деятельность не воспринималась развивающимися странами, как политика развитой страны, направленная против этих стран». Меморандум национальной безопасности США, 1974 год. Представительный мужчина. Чисхольм Брок сфотографирован официально в военном френче, такой действительно импозантный мужчина. «Умный, с умным лицом». И вот интересно еще то, что организация объединенных наций долгое время, период времени после падения Советского Союза перестала, как бы девальвировалась ее ценность. Потому что кто хочет, кого хочет, бомбит, пользуется правом сильного и все. Однако святое место пустое не бывает, и природа пустоты не терпит. И вот до Тедреса Аданама Гебреесуса Маргарет Чан была главой ВОЗ, представитель Тайваня. Ну, соответственно, эрго Китая. Потому что Тайвань и Гонконг – это китайские земли, которые были в качестве контрибуции переданы на Великобритании как победителю в опиумных войнах. Однако время вышло, долгая аренда, и вот Китай забирает обратно свое. Вот. Приверженка политики одного Китая. Один пояс, один Китай, как там провозгласил Си Цзиньпинь. И вот в 2017 году Тедрес Аданам Гебреесус стал главой ВОЗ. Человек, проучившийся в Лондоне, казалось бы, и так далее, выступивший сегодня с обращением к людям, что не расслабляйтесь, будет еще много эпидемий. Скажу честно, на плохом английском языке говорящий, неправильно ставящий ударение, причем в часто употребимых словах. Ну, да ладно. Хотя в Британии ударение ставится так же в большинстве слов. Ну, как-то недоучился он, видимо, языку. Ну, будем надеяться, он же в медицине лучше, конечно. Так вот, в 2017 году... А, кстати, забыл добавить. Тедрес Аданам Гебреесус был еще и министром иностранных дел Эфиопии. И политик, он, видимо, не хуже, чем дипломат, он не хуже, чем медик, почти доктор. И, интересно, клятву Гиппократа давал. Он дал статус посла доброй воли Всемирной Организации Здравоохранения, угадайте кому в 2017 году? Роберту Мугабовичу Мугабы. А кровавому диктатору, палачу, людоеду, замеченному в каннибализме из Зимбабва, Зимбабушки. Вот. Однако уже на следующий день, как бы, ему общественность возмущенная сказала, что, ну, попутал ты Тедрес. И Тедрес сменил Мугаба. Сняли кандидатуру Мугаба, а то этот посол доброй воли было бы уже чересчур. Сними кроссовки, все стадо запалишь. Как из анекдота в 90-х годах. Понимаете? Вот. Ну что ж, ладно. Не буду слишком в это погружаться. Знаете, скажу лишь, что злые языки замечают очень тесную связь Тедреса Аданома Гебриесуса. Кстати, это не отчество и фамилия. Аданом Гебриесус – это отчество. Фамилия его, имя рода, скрыто. Вот. Злые языки говорят о тесной связи его с Читой Гейтсов, с Клинтоном, ну, с американской элитой. Одновременно с этим, друзья мои. У него весьма тесная аффилированность с Китаем. Потому что Китай увеличил пожертвования во Всемирную организацию здравоохранения на 56, по-моему, процентов или сколько там, ну, значительно, больше, чем на половину. Вот. И, кроме того, неоднократно выступал с заявлениями Тедрес Аданом Гебриесус на своем английском ломаном. И говорил, ну, за Китай, скажем так, поддерживал. Выступал за Китай. Вот. 28 января 2020 года стоялась встреча Тедреса Аданома Гебриесуса с главой Минздрава КНР Ван И, Ваном И. Ну, наверное, будем склонять. Вот. И, в общем, много интересных дел завертелось потом. Скажу лишь в дополнение, друзья мои, что ранней-ранней весной, когда у нас это, скажем так, пандемия только начиналась в Китае, благодаря мощной эпидемии и тому, что китайцам запретили там выходить на производство и так далее. Китай, а чистое небо над Китаем появилось, но главное не это. Главное то, что Китай обрел суверенитет. Китай выкупил значительную, большую часть, превалирующую часть всех своих акций, активов, стоков, холдингов, которые были во владении у иностранцев. Они внезапно рухнули в цене, ну, потому что все увидели, такая массированная волна там. Люди падают, свои легкие с кровью выплевывают и загибаются в лужи крови. А к ним в костюмах инопланетян подбегают и обливают их хлоркой. Вот. И цены рухнули, и Китай выкупил свои акции, обретя суверенитет экономический. Сейчас о второй волне эпидемии, пандемии в Китае даже не говорят. Я не буду напоминать о нисхождении цифр в стандартах установленных самой ВОЗ, что считать пандемией, что нет, и потом как бы смертность не соответствует. Я лучше скажу вам еще одну цитату прекрасного и импозантнейшего человека Брока Чисхольма, первого генерального секретаря Всемирной Организации Здравоохранения. А это были годы бородатые, там лет 60 тому назад. Чтобы прийти мировому правительству, необходимо изгнать из сознания людей их индивидуальность, привязанность к семейным традициям, национальный патриотизм и религиозные догмы, уничтожение понятий истинной лжи, которые являются основой воспитания ребенка, замена веры в опыт старших рациональным мыслянием. Вот запоздалые цели, потребные для человеческого поведения. Расшифрую, замена веры в опыт старших рациональным мышлением. Но это когда старший говорит, нет, мы не будем поступать подло, мы будем сохранить достоинство, а ты говоришь, заткнись, старик, так рациональней, приводим их, нам выгодно. Не знаю, я так интерпретирую, я могу ошибаться. Кто его знает. Друзья, если вдруг меня постигнет страйк на этом канале, заходите на запасной канал, в ТикТок, в Фейсбук. У меня страничка там есть своя, я там тогда пишу объявления. Надеюсь, не удалят канал, потому что я в него много души вложил и очень старался все эти два года. Два уже с небольшим года. Подписывайтесь, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии. Будя на то воля ваша, поддержите мой труд честного журналиста, который не боится говорить. Вот. И поддерживайте друг друга. А главное, знаете, надо смотреть на все действительно адекватно и с определенной рациональностью. Но в мою рациональность входит понятие достоинства, уважения к собственной душе. Потому что это часть человека, главная часть, понимаете. Не уши, лапы и хвост, а душа. Что ж, помогай нам всем Богу, друзья, я не боюсь.